Еще раз здравствуйте, друзья! Почитал ваши комментарии, многие из них касались употребления ненормативной лексики. Одни говорят, так лучше без мата, другие говорят, нет какие-либо вкрапления нужны. И вспомнил я такой случай, Санкт-Петербург, начало нулевых, кабаре Хали-Гали, в котором заправлял, руководил Роман Трахтенберг. И вот посетил я это кабаре, выходит, значит, Роман на сцену и говорит, говорят, в нашем заведении плохая кухня. Говорят, наши официантки грубы, невежливы. Говорят, у нас плохие интерьеры. А еще говорят, что в нашем кабаре ругаются матом. Так вот, господа, все это пиздеж. В нашем кабаре матом не ругаются. В нашем кабаре на нем разговаривают. Поехали. Ну, поехали к новостям. Это такой коротенький вечерний выпуск. Ну, просили, так как же, значит, как же не оценить ваши просьбы. Первая новость у нас, значит, из Белоруссии. Лукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии. Что же он сказал на встрече с местными СМИ? Я представляю, как в Белоруссии проходят встречи с местными СМИ. Какую проверку проходят эти журналисты. Значит, он сказал, не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я. Мы создавали собственными руками. И чтобы кто-то пришел и начал, значит, проводить вот эти эксперименты. Да, сказал Александр Григорьевич Лукашенко. Александр Григорьевич, я вас понимаю. Мы тоже не хотим развала Белоруссии. Но, блядь, как же вот так можно взять бульбу, блядь, напихивать в нее трюфели, да, заворачивать в хамон, макать в нефть, и все это есть. Но так же невозможно. Александр Григорьевич, надо какое-то решение принять, которое, значит, будет удобно и вашим, и нашим. А Александр Григорьевич хочет быть удобен и вашим, и нашим. То есть, чтобы и вам было выгодно, и нам было выгодно. А решение в этом случае, как мне кажется, одно. Пора определиться, Александр Григорьевич. Так, идем дальше. А что же у нас дальше? В Киеве. В вооруженных силах Украины заявили, что Россия пока не разместила ударную группу вдоль крымской границы. Поэтому угроз наступления нет. Да, в принципе, нам оно и не надо. Владимир Вольфович Жириновский в интервью Александру Гордону, Дмитрию Гордону, абсолютно правильно сказал. Вы все ждете того момента, когда можно будет вывесить на балконе российский флаг. Поэтому пока вы не попросите, никто на вас нападать не будет. Помните, этот анекдот был? Эстония объявила войну, значит, Швеции, и тут же подписала акт о капитуляции. Я думаю, с Украиной будет что-то похожее. Да, мне сказали, что очень понравились, знаете, вот эти эстонские новости. Но я вот сейчас посмотрю, прямо пришли имя онлайна. Ох ты, вот это выигрыш в 10 миллионов по 700 тысяч евро оформлен. Новоспетенный миллионер намерен просить работу. А что он еще ее, почему не бросил? Ну, все эти выигрыши, я вам скажу, они несут за собой, ну, не очень хороший, скажем так, флер. Не флер удачи, да? Два новых случая коронавируса. Болезнь привезли и России. Монашки Пюхтирского монастыря. Ну, конечно, ну, это в Эстонии. В Эстонии выявили еще два случая, да, в центре Италии на посылке. Ну, слушайте, ну, опять, типа, опять про вот это вместо украинцев эстонскую клубнику собирают негерейцы и индейцы. Ну, блядь, чем вы хвастаетесь, да? Вот, скоро понаедут эти негерейцы, вот эти вот, да, индейцы и паки. И пистеть с этим эстонским девчонкам. Они там неокормленные, да, приходят. И будут маленькие вот эти негритятки, блядь, по улицам бегать. Пока спокойно будут бегать, потом магазины грабить начнут, да? Может быть, а может быть и нет. Так, идем дальше. Вот хорошая новость была. А, пистеть, какой новость. Это я когда перечел, да, я им не поверил, глазам, честное слово. Теля восприятия против адвокатов по делу Ефремова. Я вообще читал, как это может? Значит, в отношении адвокатов Ильмана Пашаева и Александра Добровинского возбуждены дисциплинарные дела о нарушении адвокатской этики. Это полный пиздец. Говорю вам, говорю вам пистеть от этики, пиздец мои адвокатские этики, да? Прям экспромт сразу появился. Значит, почему возбудили эти дела? Потому что адвокаты начали... Тут так и написано. Оба активно участвовали в шоу и контактировали со СМИ, рассказывая детали происшествия, а также об эмоциях и состоянии своих подзащитных. Ну, вы же помните, как... Как Ильман Пашаев рассказал про Ефремов? Да, он говорит, как я могу на президента нашей страны какую-нибудь почку катать, когда он, блядь, кормит наш... Срук кормит артистов, понимаешь? Я чуть не прослезился, блядь, когда эту новость он донес. Потом, правда, дал назад. Ну, а Ефремов, он, наверное, сказал, что ж ты, фраер, дал назад? Так, вот, Дмитрий Песков ответил на вопрос, как Путин относится к гомофобии. Ответил на вопрос. Сейчас я вам скажу, как он ответил. Он отвергает, Песков, предположение, что стороны государства имеются какие-то репрессивные настроения в этой области. Слушайте, если репрессивные какие-нибудь настроения в этой области царили, то вы же понимаете, чем бы эти репрессии для гомотеков закончились, да? Вот. И, понимаете, как он пишет, что... То есть Песков говорит, что в некоторых национальных республиках исторические корни имеют свою особенность, от которой нельзя абстрагироваться. да, господин Песков, и нам нужно перенимать опыт этих национальных республик, прекрасный опыт, да, этих республик. Ну, ладно, дальше не будет. Идем дальше. Вот очень хорошая новость, которая, смотрите, великолепная. Ну, у нас такой же лайтовый выпуск. Каждый пятый сон современной женщины содержит секс-сцены. Каждый пятый сон. Это не британские ученые. Это специалисты университетов Мангейма, Фрайбурга и Гейдельберга. То есть Германии. Значит, они пишут, что эротические сны регулярно снятся 16% женщин и 21% мужчин. Ну, то есть нам хочется как бы больше. Ну, это немецкие женщины и мужчины, поэтому как бы здесь можно какую-то сноску сделать. Опрос проводил среди 2907 человек в возрасте от 16 до 92 лет. А, до 92 лет. Вспоминается сразу анекдот о том, как бабушка ходила к гинекологу. Да, знаете как? Он посмотрел, посмотрел, говорит, ну, бабуль, ничего страшного нет. Вот рецепт там, мазь выдат. Вот, да, все. Она стоит такая, 95 лет. Юпочка, блядь, говорит, милок, мамка-то, блядь, твоя знает, чем ты здесь занимаешься. Ну, это так. Да, значит, 92%... 92 года. Они спрашивали, хочется сняться вам или эротические сны. Кстати, наверное, снятся все-таки. Вот перед исходом. Наверное, такое снится там, ну, что не успели за всю жизнь наверстать. Теперь дальше. Результаты предыдущих исследований доказали, что женщины стали более раскрепощенными. Я вам объясню, почему, потому что столько гомосеков, что просто надо себя самим предлагать. Например, в 1966 году среди этой возрастной группы только 4% женских снов имели сексуальный потерь. Да немки же такие, они не скажут никогда. И там групповуха, может, снилась, да, там, со всей Бундеслигой. Ну, что же, она будет кому-то об этом рассказывать. Да нет, конечно. Вот такая новость. Ну, и новость, новость бомба. Ну, по-другому не скажешь. Просто новость бомба. Мила Кузнецова. Мила Кузнецова. Это прекрасная женщина, которая победила в номинации «Самая большая грудь Украины». Смотрите. Вечериночка, вечериночка, хотела бы верить, хотел бы поверить, что с тобой навсегда, что с тобой не падал, что с тобой навсегда, что с тобой не падал. А как танцует, да бля. Вот только у пошлика конченого может повернуться язык и назвать это богатство. Это сокровище с сиськами, это тяжелый двухмоторный бомбардировщик, способный нахуй снести этот весь москитный украинский флот. Понимаете? Это достижение. Мила Кузнецова, уроженка города Лубной Полтавской области с 13-м размером груди, 132,5 в обхвате не хватает, футболки Хэллоуин, участвовала в украинских телешоу. Кто сверху? И модель XL. Кстати, кстати, кто сверху? А если Мила полюбит и полюбит ее, представьте, что она действительно любит сверху. Знаете, с чем это можно сравнить? Вот лежишь-то на стройке, а над твоей головой раскачивается чугунная баба для сноса домов. И вот только ты голову поднял, и тебе пиздец. А тут две чугунных бабы. Я показал четыре. Две чугунных бабы раскачиваются. Ну, вообще, конечно, конкурсы подстать Галушкиному каганату. Пора провести конкурс «Самая большая детородная тримбита среди хлопцев». Там выстригать себе чубы, эти осилецы или еще что-нибудь. Ну, господа, хорошо, если вы преуспеете в чем-то другом. Спасибо за внимание. С вами был Михаил Шахназаров. До скорых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!